пришли мои анализы тупо платно хожу и не хожу бесплатные конечно я поймала там некую звездную болезнь бассейн бассейн ура я специально туда поехала на автобусе чтобы снимать город я нашла очень интересную фишку всем доброе утро мы идем сад сегодня пятница последний день в садик там выходные хочу его подстричь смысле не хочу в садик пойдем за и крайний день уже потом пойдем стричься кирине витальны поедем завтра уже столько дел у нас то ирина витальна это наш логопед денька любит с ней заниматься погода у нас сегодня хорошая сейчас небольшой ветерок идет я андрей ки нашла кстати это кожанку у нас две кожанки которые нам уже но хорошо по размеру были большие раньше вот с собой ему взяла если что если будет прохладно и шапка у нас кстати тоже лежит там еще недавно скинули в общий чат что типа куча забытых вещей там из 10 вещей блин 4 наши да и не надо поднимать кисть кидай в травку все старушек пришли мои анализы я на них посмотрела ничего не поняла сегодня эндокринолог работает а сегодня что у нас четверг или пятница подождите она сказала что она в первую или во вторую смену работает я не поняла я перепутала четверг сегодня или пятница реально ладно позже узнаем в любом случае эндокринолог сегодня работает к ней надо попасть чтобы она мне сказала что у меня по анализам вот если что-то там не то то понятно будем лечить да а если все нормально то мы будем продолжать дальше наш квест по узнаванию что у меня со здоровьем да потому что она ни в какие ворота не лезет и еще удивительным способом вчера вчера вот знаете после того как я сходила вот это вот к врачам там туда-сюда еще я сразу такая думаю ой раз аллергию мы отмели зачем я противоаллергенные пью тогда и не буду их пить вроде так спокойно стало и вроде такая думаю для их и не надо пить и все равно и я их не пила я не выпила их вечер один потом следующий день я их полностью не пила и вы знаете мне как будто хуже стало ну реально я вчера мучилась весь день я прям это конфетку какую-то сесть еще что-то она прям стоит вот здесь знаете такой вот ком в горле вот ником а вот как будто надо надо вот вмешать я кого-то маску ты спустил вот сюда на горло и она постоянно у тебя вот здесь вот да только ты ее не можешь убрать меня это беспокоило меня из этого начинается паники думаю а вот сейчас так а потом может сильнее сдавит или еще что-то я начинаю нервничать естественно по этому поводу думаю ну раз аллергию отмели то чем не противоаллергенные пить но когда уже ложусь ночью уже спать и это кознаете легла и у меня прям вообще прям такое знаете вообще не кайф и еще кашель участился такая думаю блин все нормально было было пока я пила противоаллергенный дай выпью девочки выпиваю и прекрасно сплю и прекрасно просыпаюсь на у меня есть какое-то некое вот это в горле но не то но мне не давит горло как хотя бы понимаете уже не так беспокоит но я думаю что все равно противоаллергенный я с собой возьму если они так хотя бы психологически на меня действуют мил да уйди тыг я понюхала кофе моё и давай здесь это накапывать не трогаемое кофе на вкусное тебе не нравится не знает что это какашки которым закапывать мастицы мастицы примостилась примастилась голубь как у голубь села что там нашла уже кошка короче говоря будем выяснять вообще непонятная абсолютно непонятная ситуация для меня в общем готовлюсь к отъезду и по врачам очень много времени занимают походы к врачам там постой там постой там запишись поехали туда-сюда кстати со мной рядом когда я была когда я была в поликлинике со мной рядом сидела женщина мы сидели в один кабинет и я такая говорю там за справкой и я говорю такая ну а вы что вам что нужно думаю быстро или не быстро она такая да у меня и давай мне свою историю рассказывать что ей никак не могут поставить диагноз или в конце концов поставили да что у нее сердце а до этого ей говорили говорили что это бронхит короче она у нее там целая гора просто этих лекарств что-то там вызывала скорую ставили делали и анализы там то все короче ей в поликлинике поставили два раза неправильный диагноз и лечили не то а ей все хуже и хуже и в итоге это выясняется после инфаркта что у нее короче проблемы с сердцем оказывается я просто сижу слушаю и думаю поперны театр а видно что у человека ну нет денег пойти в платную клинику и то есть вот она ходит ходит с бумажками что-то говорит вот теперь пусть отвечают типа что-то такое вот с какими-то бумажками она там сидела после инфаркта и говорит еще что вызвали недавно скорую было мне плохо я прихожу типа сюда тра-та-та а и типа ей где-то то ли в скорой то ли в поликлинике ей сказали да вы специально вызвали скорую чтобы вам бесплатно сделали какие-то анализы которые вообще платные она говорит да как я бесплатно сделать неплохо было я плохо себя чувствовала настолько плохо что вызвали скорую а ей вот такое говорят короче жесть какая-то я сижу слушаю думаю хоть бы такого не было никогда и ни с кем больше и у нее все разрешилось трындец просто я рот открывала раздевала еще хотела камеру включить чтобы немного послушали потом почему-то подумал но у меня же горят огоньки здесь когда она включена думаю заметно будет думаю ладно не буду этого делать зашла в лифт почувствовала аромат кто-то здесь был вну вкусная и вспомнила что я забыла подуханец и сидим не такой лучок на улице как бы жарко и вот я и шарить футболку а сверху вот это вот свою какую-то куртку думаю надо же ее выгулить чего такая и сумку новую потому что то в стекле помыла что мои хорошие так как я ничего не понимаю в этих анализах я пришла просто распечатки забралась что мне негде еще распечатать это все прям по дороге а кто-то мне еще написал в комментариях знаете что читала там кто-то мне писал в комментариях еще что типа чего там вообще идти в эти очереди стоять эти талончики типа чё денег нет или что-то такое ну как бы я не знаю в какой момент человек написал этот комментарий да может такой не один был что я не все успеваю комментарии читать дело в том что на лечение на самом деле уходит очень много денег и где ты найдешь специалиста хорошего это тоже неизвестно есть в поликлиниках очень хорошие специалисты которые прям вот знаете вот прям включенные и мама хвалит у меня многих врачей которые у нас есть поликлиники да неудобство некоторое постоять где-то в очереди и еще что-то но когда ты одно дело пойти быстро к врачу там у тебя время сдать быстро анализы там к одному да можно там заплатить то есть он например меня напрягает в некоторых клиниках когда ну допустим вот в клинику в которой я в которой я ребенка вожу до полторы тысячи за каждый прием нет никакой скидки на повторные приемы потом а приходить нужно там ну два-три раза ну как минимум два раза еще да и то есть часто получается так что просто ты не приходишь там какой-нибудь третий раз но два раза ты приходишь и два раза плачь по полторы тысячи нет прям больше нравится концепция в других клиниках где за повторный прием ты платишь уже там меньше сумму какую-то да либо в два раза меньше либо еще меньше вот конечно же если тебе нужно сделать обследование пройти там всех врачей все на свете а потом еще повторно к ним приходить вы представляете сколько денег это чисто убьется на лечение и ладно одно дело если у тебя есть любимые врачи которым ты просто идешь и понимаешь за что ты платишь а другое дело когда ты не знаешь кому ты идешь и поэтому прежде чем платить деньги искать платного специалиста я конечно же попробую пойти в нашу поликлинику тем более находится они друг напротив друга просто но здесь все рядом да зачем мне идти и тупо платить когда я могу заглянуть сейчас нашу поликлинику и просто спросить работает специалист или нет если вопрос там час подождать два часа подождать либо на следующий день записаться и у меня есть время как бы ну чем не бежать голопом платить полторы тысячи я лучше эти полторы тысячи отдам за анализы согласитесь поэтому у меня нет такого что там я тупо платно хожу и не хожу в бесплатные или я такая зачем платить такие бешеные деньги я чисто только к малышим специалистам бесплатно то есть да там много денег отдавать не хочу то есть у меня в этом смысле ну я гибко я могу пойти туда если там долго ждать то я могу поди заплатить то есть вот вот так куда и если получится у меня 50 на 50 как-то здесь со специалистом каким-то заплатить каким то не заплатить в плане, да, пойти в платную, и специалисты будут хорошие, то почему бы не сэкономить, я ничего в этом такого не вижу, ну, вот только вопрос времени, и все. А вот, например, какие-то анализы там брать, и все такое, конечно, я за скорость, за вот это вот все, чтобы аккуратненько, как деткам, поэтому я хожу вот в эту клинику, даже плачу здесь дороже, чем там в соседней взрослой платной, да, но просто здесь, знаете, как для деток подход, а я такая, вся такая чувствительная, ребеночек еще, да, вот. А, и по вопросу того, что мама мне помогает, это тоже нормально, я всегда вся в делах, в заботах, а мама моя вообще, ну, как бы, она от зубов у нее там отлетает, как она знает эту поликлинику, она мне онлайн, я говорю, мам, как посмотреть расписание врача, и она просто мне говорит, заходишь на сайт такой-то, нажимаешь кнопку такую-то, там ты вбиваешь вот это, вот это, потом вот это, вот это, потом ты заходишь туда, да, не смотря вообще на сайт, понимаете, я слушаю ее голосовое, делаю параллельно просто по инструкции все в интернете, поэтому почему бы мне не обратиться к маме, которая все об этом знает, да, как бы легко и просто все подскажет, нежели самой тратить время на то, что искать что-то, я как бы тоже стараюсь трудных путей не искать. И вообще, знаете, хорошо иногда, даже люди, которые там, я не хожу в поликлинике, только в платные, вообще не знаю, как что, хорошо бы иногда вообще просто пойти в поликлинику, да, пройти вот весь этот момент, просто хотя бы чтобы понимать, как люди живут, как люди живут, в принципе, ходят в бесплатную медицину, через что им приходится проходить, и, знаете, больше сочувствия появляется вообще. Когда начинаешь болеть, вот, например, да, мне кажется, молодой человек или молодая девушка, она не, ну, я по себе сужу, да, она не так понимает, как тяжело нашим старикам, вот когда я вижу, о, боже, я сейчас, держись, когда я вижу, когда бабушка какая-нибудь вот сидит рядом и вот так, дыхания не хватает, она там дышит через хрипоту, или какая-то, которая хромает, вот так вот идёт, понимаете. Я только в последнее время, когда реально ты какие-то, блин, минимальные изменения со своим организмом чувствуешь, когда тебе трудно дышать, понимаете, или когда там что-то тебя беспокоит, когда у тебя болит спина, ты не можешь разогнуться, там, согнуться, да, что-то сделать, когда ты не можешь спать от того, что у тебя какие-то боли. Я сразу вспоминаю вот этих вот бабушек, у которых уже какие-то хронические заболевания, которым трудно дышать, трудно переносить жару, трудно ходить на расстоянии. Долго не могут вот мама, да, находиться в помещении, где много вот орут. Это она быстро устает. Я ее теперь прекрасно понимаю вот за последнее время. И всех вот баблю, как им тяжело. И я вот такая стрекоза, не хочу где-то там стоять в очереди, не хочу 6 часов просыпаться, а бабушкам нашим, вот к молодежи еще, да, если им не помогать как-то финансово там еще, чтобы у них была возможность ходить к докторам и хорошие лекарства пить, да, им очень тяжело, им приходится вот все это испытывать. Хорошо это знать, хорошо иметь к этому сочувствие. И по возможности, вот я считаю, что мы молодые, мы всегда должны помогать нашим родителям и бабушкам, если они есть, как угодно, финансово там сбегать куда-то, что-то помочь сделать, обязательно нужно внимание. Это вообще, это важно. Вот, и как бы, ну, я, например, как бы стараюсь, да, для меня вообще с детства всегда было желание и мечтаю, чтобы я помогала своей маме, чтобы вот, ну, она вообще у меня не работала. Мне всегда так хотелось, чтобы было. Для меня это была норма. Это еще даже до того, как я деньги зарабатывать начала, в принципе. Конечно, я поймала там некую звездную болезнь, и когда я первые деньги начала зарабатывать, я уже где-то вам об этом говорила, были конфликты, потому что в детстве у меня тоже, ну, мы жили в такое время, когда не было денег, и когда ты получаешь первые деньги, еще ты их заработала, и хочется, конечно же, скорее на себя потратить. Я помню, когда случился разговор там, что о деньги в семью, там, на продукты и так далее, когда мы перебивались этими продуктами, реально мы не ели, знаете, типа, что хотим, там, икру красную и все такое. Мы, блин, перебивались реально продуктами. И я такая, все, ничего мне от вас не надо, родокам, да, я сама себя буду одевать, кормить, там, все дела, почувствовала себя звездой. Но это быстро ушло, понимаете, и, ну, как бы, я прекрасно понимала, как мы живем, и хотелось помогать. И я считаю, это круто вообще. Я считаю, что это круто, когда молодежь помогает своим родителям. Когда родители сидят дома, не работают, а ты работаешь так, чтобы у тебя хватало и на себя, и на твою семью. Это круто. Даже если тебе не хватает полностью обеспечить своих родителей, но хоть как-то им копеечкой помогать. Вот, и стараться. Это круто. И вот когда ты сталкиваешься с болезнями какими-то, с поликлиниками, ты понимаешь, насколько тяжело нашим старикам, тем, кто зарабатывает немного, не может позволить себе идти в какую-то платную клинику, не может себе позволить быстрые платные анализы, и человек болеет, и вот это вот неделями ждет. То записи к врачу своему, то анализов ждет долго. Короче, вот так. Так, ну что, девочки, я иду от эндокринолога. Посмотрела она мои анализы. Прям, слушайте, мне так нравится эта девушка, даже скажу. Она прям, ну не знаю, мне кажется, моего возраста или младше даже. Ее фамилия Халатян. Вот кто, может, в Александровке живет, и здесь вот в 9-й поликлинике Халатян. Очень мне понравилось. Она посмотрела мои анализы и все даже, ну, другие анализы, там, общие. И сказала, что у нее по анализам все норм вообще. Что я вообще ни за что не должна переживать в плане эндокринологии. Это я уже придумываю слово. Поэтому, мои хорошие, с этим все хорошо. Единственное, что она, что здесь у меня показатель. То есть у меня даже она показала, что вот цифра говорит, вот нормальные типозначения. Нормальные значения и ненормальные. То есть здесь вот написано результат, а здесь нормальные значения. У меня она говорит, вот, допустим, ТТГ отличный. Да, вот дальше Т4 свободный, у меня 12,87 в норме до 19, да. Потом Т3, у меня 4,17 в норме, в норме все, да. И единственное, вот эти антитела, о чем это говорит, они, допустим, я говорю, о, какие повышенные. Она говорит, это означает, что сейчас, короче, сейчас не передам точь в точь, но это ничего страшного. Она говорит, что у нее 2000 вообще, и она троих детей родила с этим показателем. Типа это говорит о том, что, не помню, что конкретно, типа, ну что-то может быть в дальнейшем, я так поняла, да, с гормонами, да. Что что-то может быть в дальнейшем с гормонами, а может и не быть. Поэтому, как бы, за этот показатель сильно переживать не надо. Общий анализ крови у меня хороший, ничего у меня там нету. И на беру белок вот этот СРТ, да, или как это, СРБ, тоже все в норме. Поэтому я думаю, что, насчет аллергии тоже там проконсультировалась. Она мне, кстати, дала хорошего аллерголога фамилию. Где мои ключи? Потому что здесь аллерголога нет. И, говорит, туда только бесплатных направлений нет. Ну, ничего страшного. Короче, к Лору я хочу сейчас записаться к нашему. Так, ну что, записалась я к Лору, но сегодня она закончила уже рабочий день свой, и все, короче, и все. Поэтому на завтра. На завтра. Так, на 15.30 как раз перед нашим логопедом. Вот так пойдем, да, к Лору, и потом сразу к логопеду Денькиному. Вот, ну что. Слушайте, а еще у девчонок спросила, они же там есть сестра и врач, да, насчет аллергии. Типа, вот что, если мы эндокринное вот это вот убираем, да, получается, это правда может быть что-то такое вот с Лором связано, да, либо аллергия. И, а они говорят, что сейчас на аллергию, на аллергию обычно сдают, что сдают? В ноябре где-то, когда все спокойно, когда нет, я так поняла, чего-то, да. А сейчас, говорит, анализы, ну как бы и не берут, и ничего. Я так поняла, что аллергия, а что это так, аллергологу идти? Он как мне визуально, что скажет, что у меня, да, откуда, правильно? И если анализы сейчас обычно не сдают в это время, аллергологи, скажи, аллергологи, кто аллергии болеет, скажите, вот. И еще по общему анализу крови все нормально, как бы все ровно, да, там какой-то показатель есть, который может там показать, возможно, аллергические реакции какие-то, да, но они говорят, а вы же, если пьете вот эти противоаллергенные, антигистаминные, да, или как они там называются, то, возможно, из-за этого показатель был в норме, так как вы его продолжительно пьете уже, представляете? И, короче, не разберешься. Ну, ладно, если с аллергией все так сложно, то тогда мы пойдем к лору. И вы знаете, что, даже до того, как мы пойдем к лору, завтра мы пойдем, я сегодня все-таки сделаю ингаляцию, сделаю ингаляцию, может быть, действительно, вот недолечила, и вот такой остаток. В прошлом году, если, да, мы запомним, что это в одно и то же время было, то есть начало мая, конец апреля, но только и в этот раз, и в прошлом году я болела, и кашель у меня оставался после болезни. Понимаете? А я еще так лечусь, что я не делаю полный курс, особенно вот эти ингаляции. Да, таблетки там, вот эти противовирусные, я попила, полный курс. Лиза Бакт, по-моему, я таблеточки эти рассысала, тоже полный курс. А вот ингаляции я сделала всего 4 раза, я не делала их. Ну, то есть мне легче стало дышать, я перестала делать, а что их делать? И, может быть, я правда что-нибудь недолечила, но не исключаем этот момент. Вот. Ну, вот сейчас я противоаллергенные выпила, и мне нормально пока. Но все равно, все равно щекочет, но не сдавливает так сильно, прям. Короче, терпимо. В общем, интересно, что скажет лор завтра. Мы идем к моей, постоянной, которая нас с Денечкой и с мамой с моей лечит. Вот. И... А сейчас мы едем за чемоданом. Мне нужно купить чемодан, потому что мой развалился. Точнее, он не развалился, он нормальный, но вот это вот внутренняя, там же две части, да, и одна часть, она на молнии. А у меня эта молния сломалась, и все там порвалось. И, конечно, вот тут чемодан, который просто имеет одно вот это большое отделение и не делится на два отсека, мне вообще не подходит. Вот, неудобно. У меня какая-то каша получается в чемодане. Поэтому мне нужен новый чемодан, а я вообще хотела купить хороший чемодан. Зарплату еще не получила. Короче, сейчас все деньги за чемодан утрам. Вот тебе, пожалуйста, все деньги за чемодан и за этот. И за врачей. Так, зашла в чемоданчике. Ой, суперлегкие. Вот этот, половина от этой. 14400. Да, это тоже самое. Интересных 8600. Слушай, ну, долгенькие, да. С одной стороны серебристые, с другой стороны черные. Какой интересный. Ну, маленький мне и нужен. Мне нужен вот вообще большой даже, вон, как тот чемодан. Черный прикольный. Ой, 4760. Пластиковый такой. Так. Ты, 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 ты. Ну, вот красивый цвет. Что подсмотреть? 14400. Я смотрю. Как, в одни чемоданы посмотрела. Зашла там, присмотрела один чемоданчик. Конечно, цены космос. Но я люблю все со скидочкой покупать. Так что я сейчас еще приценюсь где-нибудь, посмотрю. Ну, вообще, так рассчитываем. Где-то такие цены на чемоданы сейчас. Вот. А, и зашла в индустрию красоты. А у них нет лонды краски. А вот еще увидела чемоданчики. Сойдем посмотрим. Смотрите, какие. Ну, белый нет сразу. Черный. Я нашла очень интересную фишку. Смотрите, с расширением. Я говорю, что это такое? Расширение. А мне нравится эта идея. С расширением. Чуть-чуть надо. Ты так сделал. Расширение надо. Раз, расширил. Я хочу с расширением себе. Ой, гляньте, как у меня чемодан был. Только у меня был без расширения. Это с расширением. И цвета, девочки, присматриваю. Ну, что-то такое. Я что-то не люблю себе в дорогу вообще брать что-то яркое. Прям, знаете, чемодан, чтобы было видно за километр. Что-то коричневенькое. Ну, серенькое можно. Симпатично, кстати. Что такое наборчик. Вот это, кстати, недорогой чемоданчик. Четыре с лишним стоит. И вот эта штука две тысячи. Прикольно. Она как мини чемоданчик, видите, внутри. Прикольно. Только вот что-то мне подкладка не нравится. Какая-то дешевая, если честно, подкладка. Сейчас буду сравнивать, еще похожу. Вот так прикольно, красивенько, да? Так, здесь какая-то фирма представленная такая. Есть, ну, прям дешевые такие. Ну, не дешевые, по четыре тысячи, да, там с лишним. Есть и по девять одной и той же фирмы. Ну, такие. Еще посмотрим. Какой-то магазинчик открылся. Зайдем, посмотрим. Блин, ну, знаете, выбор чемодана, это тоже та еще, блин, проблема. Сейчас, кстати, вот сколько ходила, прям вообще чувствую себя хорошо, знаете. А бывает вот, когда начинается, ни разу не кашлянуло, мне даже кажется. А когда начинается, бывает чахотка вот эта вот, и еще удушье. Вот, кстати, начала разговаривать, опять кашель пробивается. Короче, все, еду за ребенком уже, уже пора. Не купила чемодан, но идея с расширением мне понравилась. Ну, хочется качественный реально чемодан, мне уже надоели эти дешевые чемоданы, которые просто портятся и как бы вид теряют свой. Хочу нормальный чемодан. Короче, я сейчас не взяла, но один присмотрела. Вот. Ну, у меня еще есть время. Так что... Еще посмотрю в другом магазине. Сейчас еду в пробке, увидела магазин Шанти называется. Думаю, что за магазин Шанти? Написано этнический магазин. Ну, я так понимаю, что это необычный такой магазин, необычных вещей всяких таких, заморских, эзотерических. И сразу вспомнила, такое ощущение сразу меня нахлынуло. Я вспомнила, когда я в первый раз попала в подобный магазин вообще в Москве. То есть я до этого у нас тут в Ростове не видела таких, не ходила. И впервые попала в Москве облако, он что ли назывался, по-моему, облако на Мясницкой. По-моему, Мясницкая. По-моему, Мясницкая улица. Вот. И потом уже я... Ну, еще один магазин нашла, там, просветление на Новослободской. Вот. И я помню просто ощущение первое, когда я только зашла в этот магазин. Я захожу в этот магазин и такая думаю, вау, где я? Я-я-я-я-я там, где я хотел... Знаете, что-то такое потустороннее. Ты вроде бы в этом мире находишься, но ты туда заходишь, эти благобония. Какая-то музыка. Эти все стоят, вот, статуэтки, что-то из заморского, да, привезенное, что-то необычное. С разных культур, и ты прям как будто соприкасаешься с чем-то таким нереальным, с чем-то таким фантастическим. И эти первые ощущения, они на самом деле такие очень ценные, необычные, их уже не повторить. Сейчас, конечно, я уже в такие магазины захожу совсем по-другому, без всякого ох и ах. Меня уже ничем таким не удивить. И раньше я думала, что одно только, что ты заходишь в этот магазин и соприкасаешься с какими-то вещами. Я даже просто бывала, заходила, листала какие-то книги, просто лицезрела, знаете, все это. И уже думала, что что-то со мной происходит, что-то там переворачивается. Нет, ну может быть, что-то происходило, переворачивалось. В плане, может, узнавания какой-то, знаете, связь какая-то с чем-то, да, с какой-то культурой. Потому что там же все собрано в этих магазинах. Вот. Но сейчас я понимаю, что нужно работать, работать над своим умом. И то, что ты просто имеешь какую-то книгу или статуэтку, включаешь благовоние, это еще ничего. И заходя в такой магазин, это ничего. Оказалось, что это просто вот тогда, когда первый раз, да, что ты вот-вот, ты уже вступила. Хотя, может, ты вступила в каком-то смысле, да. Ты же, если не побывала в таком... Ну, к примеру, да, мне вот достаточно было там прочитать какую-то одну книгу, и у меня жизнь изменилась на до и после, да. Потом, зайдя в такой магазин, как бы, да, ты... Опа, и все, нифига себе, и такое бывает в жизни, а я и не знала даже, да. Вот. И все, конечно, потихоньку накапливалось и меняло. Ну, и да, наверное, еще и в этой жизни что-то еще может, конечно, меня удивить. Я до сих пор удивляюсь иногда некоторым качествам людским. Вот. Но в целом вот что-то такое вспомнилось мне. Просто раньше ты вроде думаешь, что все так просто, достаточно просто увидеть и встретиться, да, с кем-то, увидеть или поговорить. А на самом деле просто, чтобы достичь каких-то результатов и успехов в духовных практиках, я поняла вообще, что значит вообще духовность у человека, да, духовный рост. Я раньше не знала, это все как-то, знаете, типа духовно, душа, что-то такое смешанное было. А теперь я понимаю это, осознаю эти моменты. Кто такие духовно развитые люди по-настоящему. Вот. И что нужно очень много над собой работать, чтобы достичь каких-то фантастических результатов. И что возможно все в этом мире. И что жизнь наша не заканчивается только на том, что мы видим, что мы чувствуем, что мы можем потрогать. Что все намного больше, шире, возможнее, все намного удивительнее. И чтобы это почувствовать, чтобы это увидеть, чтобы это понять, осознать, нужно много работать над собой. Ну и копать в правильном направлении. Так, я Денечку забрала с садика. Он у меня, как всегда, любитель камушков этих маленьких всех. Кроссовки просто убиты в хлам уже. Ё-моё. Глянь, как делают. Ну чё? Нет, надо сверху. Нет, Дэнь, ну ты стой и держись. Давай, от меня отталкивайся. Во-о-о-о-о, давай ещё. Зурашка. Нет, так упадёшь. Дэнь. Ну это опасная игра, заят. Мне не нравится. Не надо так. Вот, вот так становись. Садись. Дэнь, давай садись на жопу. Кися. Кися. Не нравится. Не нравится. Не нравится. Взянка. Давай руки качать. Давай. Вот, молодец. Ещё. Ещё. Молодец. Ещё. Умничка. Руки сильные будут. Так. Чё ещё? Ноги, ноги покачать. Так. Так. Одну на одну ногу, одну на другую. Дэнь, да, вот так. Поехали. Двумя руками. Во. Одну в одну сторону, другую. Смотри, давай покажу. Смотри. Во, так, да. Сразу всё понял. Молодец. Итак, вот что у нас получилось. Помидорчики, картошечка, грибочки, сосиски. Вот это вот то, что я прям люблю. Только вот я чувствую, не хватает сюда полить соусом. Вот зеро чесночным сделаю. И вот такой вот ещё. Ой. А, да. Сладкий чили. Он немного островатый. Прям придаст пикантности блюду. Ну что, мои хорошие, я поела. Очень вкусненько. И, наконец-таки, спустя тысячу лет, давно не делала, сделала себе смузи с сельдереем, апельсинчиком и яблочком. Сельдерей, кстати, я покупала уже очень давно. Он так долго хранится и в прекрасном состоянии. Даже намёка нет на то, что он пропадает. Вот. Ну, яблоки я постоянно покупаю много. И апельсины долго хранятся в холодильнике. Это, кстати, очень, ну, выгодно. Потому что бывают, есть даже продукты, которые я очень люблю. Ну, просто, вы знаете, бывает, нет настроения. Вот я кефир куплю, хочу кефир. Вот если я его этим же вечером не попила, то, возможно, скорее всего, он пропадёт. Потому что не будет такого чувства, что я хочу кефир, понимаете. И у меня так молоко пропадает обычное, да, там, потому что я тоже его редко пью. Так отдельно я люблю молочко иногда. Кефир пропадает, йогурты пропадают. Вот, авокадо часто пропадает. Хотя я его люблю и готова есть каждый день. Ну, что-то мне то учистили, то ещё что-то, короче. В общем, всё, мы готовимся к основам. И сегодня попозже ложимся, потому что завтра никуда рано вставать не надо. Мы с Данечкой выспимся. Вот. И пойдём к лору тогда. Я ингаляцию сделала, кстати, сейчас. И вот целый день сегодня себя чувствую хорошо, на самом деле. Но я выпила с утра антигистаминное, правильно называется, да? Противоаллергичное средство. И мне с ним легче. Вот. Ну, понаблюдаем. У меня до отъезда осталось несколько дней. Точнее, два дня. Вот. И получается, я сегодня вечером проингалировалась. И ещё вот у меня два дня. Ещё четыре раза проингалируюсь. Может, даже три раза в день сделаю. Так что... Потому что с собой я не буду этот иммобилайзер. Правильно? Говорю. Не буду брать его с собой. Вот. Ну, чуть-чуть хотя бы проингалируюсь. В общем, увидимся завтра. И узнаем, что скажет нам лор. Так, ну что, мои сладкие котятки. Уже тут улегли, сейчас спать. Да? Кто-то. А кто-то не спит ещё. А Денька прилёг со мной рядом. Уснул вот в такой прям позе. Будет спать хотел мальчик. Сейчас я его перенесу на кроватку. Будем спать. Всем спокойной ночи. До завтра. Да? Ой, какой взгляд. Так и хочется тебя поцеловать. Ай, больно. Жопа ты. Нельзя маму кусать. Нельзя. Нельзя сказала. Целовать маму только можно. Ай. Ну что, всем доброе утро. У нас сегодня с Денис утра будет яичница. Точнее, омлетик. Так. Поменьше. Чтобы прям запекалось. В общем, вот такой вот завтрак у нас получился. Помидорчики, яичницы, авокадо. Сосиски мне, потому что Дэнни их не ест. А ему хотя бы вот яичко, чтобы съел. Он схватил баранки и противится. Не хочет есть яйцо, хотя он любит его. Мы покушали, а теперь Дэнечка занимается. У нас лепкой из легкого пластилина. Такой похож на слайм. Это я покупала в магазине. Все по 59 рублей. Нашла такой магазинчик. У меня на втором канале будет распаковочка. Там очень много всяких приколюх полезных. И реально все по 59 рублей. Ты кайфуешь? Да, вот это все мелкое. Только снимай. Снимай и лепи сюда. Ну что, моя хорошая. Камера, блин, постоянно заляпанная. Все, мы приехали в торговый центр. Горизонт. Вообще, приехали ненадолго. Я сейчас посмотрю здесь еще чемоданчики, какие есть. Вот что-то пока что тот номер один у меня стоит. Я тут еще в один магазин зашла. Ну, нифига. Нифига нет. Одно ге. Одно ге. Еще и дорого. Дорого, дорого. Ну и, конечно же, я приехала за моим любимым Ява Фрапучино. И Деньке блинчик сейчас с сыром куплю. Раз в попыхах, все, будем кушать на ходу. Вот. А потом у нас, что у нас, лор, логопед. И я бы хотела еще покупаться. Все взяла для того, чтобы мы в бассейне поплавали. Ну, а там посмотрим, как получится. Так, ну что, вышли мы после торгового центра. Денька захотел гамбургер поесть. Ну и пусть кушает. Ой, что я снимаю? Потолок. Зашла в чемоданы... С... 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 Саймлайт? Саймлайт. Ну, короче, вы поняли, да? Вот эти вот чемоданы. Там такие вообще дорогие чемоданы. И скидка небольшая. Там 20%. Хотя написано где-то 40-70. Ну, наверное, на определенной модели. А так, например, там 20%. А чемодан стоит, например, 20 тысяч. Ну, 20% скидка. Ну, то есть, это вообще космические. Так особо они там внешне не отличаются от каких-то других. Короче, еще посмотрю. Все-таки вот тот первый чемодан с расширением. И цвет нормальный, и цена нормальная. Это ближе мне по душе. Знаете, я такая еду сейчас еще и думаю, что надо, наверное, пояснить. В прошлом блоге мои слезы. Которые возникли в процессе, когда я делилась своими стрессами, да? В отношении воспитания ребенка. И вы знаете, эти стрессы, почему они возникают? Потому что я, конечно, хочу довести все до совершенства. И воспитание ребенка. Я очень много знаю, что заставлено, ну, что, какие действия, к чему они приводят, к чему вот воспитание то или иное приводит ребенка, да? Или может привести, да? К каким психологическим травмам, да? Там вот, например, когда, ну, элементарные, да? Когда мама говорит, когда мама там закрывает одного ребенка где-то, да? Или говорит, я тебя не люблю, там, наказывая, да? Типа, я тебя не люблю, когда ты там что-то сделал, да, плохое. Или там, когда мама бросает, я тебя брошу, говорит, да? Ну, пугает, манипуляции всякие. И таких манипуляций очень много бывает всяких разных. Вот у меня где-то глубоко отложилось, что ребенку никогда нельзя таких вещей говорить, да? Даже если вы в процессе, там, ну, ругаетесь, например, «Все, я тебя не люблю», знаете, вот такое нельзя говорить. Нельзя засеивать у ребенка страх того, что он может потерять вас. Даже вот элементарно, типа, да, я тебя там брошу или я от тебя уйду, там, да? Тоже нельзя такого делать. Это психологическую травму развивает у ребенка. И когда ты знаешь много всяких таких деталей, как бы, да, ну, есть вот такие, как я вам сейчас сказала, это то, что у меня село, то есть я ребенку никогда такое не скажу, даже, когда я в гневе, и он и спросит, если у меня, мам, любишь. Я даже если буду злиться, то я все равно, ну, там, плохо себя ведет, и я ругаюсь, я все равно скажу, что я его люблю. Я не скажу, что я его не люблю и что я его брошу когда-то. Ну, это психологически, да, но таких моментов просто еще очень много. Есть много противников воспитания ребенка, например, рукоприкладства, да, там, по жопе не хлопать, вообще нельзя, как бы, да, детей ругать физически. А кто-то считает, что без этого никак, например, да, и если мы возьмем какие-то книги, почитаем какие-то лекции, то, в принципе, везде нормальные, адекватные психологи, как я полагаю, на мой взгляд, для того, чтобы правильно воспитывать ребенка, нам нужно, ну, ловить дзен, как бы, понимаете? Правильно, по-настоящему правильно и хорошо может воспитать ребенка только тот человек, который владеет своими эмоциями и более того, имеет все знания для того, как правильно это делать, что в тот или иной момент делать, как себя вести в разных ситуациях с ребенком. А часто встречается, очень часто, ну, ежедневно по несколько раз в день могут случаться стрессовые ситуации, особенно, если мама работает, особенно, если у нее полно еще других забот, помимо воспитания ребенка, да, там, наладить отношения еще с мужем, как бы, да, тоже у многих не идеальные отношения, а бывает еще не один ребенок, и ребенок растет, свой характер, хочет делать то, что нельзя, хочет делать то, что опасно, и, как бы, ты, если не знаешь, как себя вести в этот момент, и, ладно, если ты знаешь, как себя вести, но ты просто не контролируешь свои эмоции, и твои эмоции не дают тебе вести себя так, как положено, потому что ты быстро срабатываешь, да, в этот момент возникает стресс, лично у меня, потому что я хочу воспитать своего ребенка идеально, у меня такая внутренняя задача есть, я хочу дать все возможное ему, что можно, но и я, как объективный, адекватный человек, я понимаю, что я ему это не даю, я не контролирую свои эмоции на 100%, и бывает, что я срываюсь, просто срываюсь, и даже бывает не на ребенка, а просто элементарно я срываюсь, что я опустошаюсь, что у меня нет сил, что я хочу везде все успеть, и у меня что-то не получается, и я объективно смотрю и понимаю, что я не 100% идеально воспитываю своего ребенка, у меня есть погрешности какие-то, есть какие-то, может быть, слова, которые нельзя говорить, какие-то действия, которые нельзя говорить, и я просто, когда это делаю, я осознаю, что это я делаю, и я очень сильно себя внутренне ругаю за это, и для меня это каждый раз большущий стресс, даже мелочевка какая-то, и вот это вызывает у меня слезы, просто для кого-то, кто-то, может быть, посмотрит мое видео, и скажет, ой, что там это, ну, как бы все, все под контролем, да, плохо себя повел, там, по жопе хлопнули, да, там, все, наказали, в угол поставили, там, в комнате сиди, там, ну, все, то есть, понимаете, там, элементарно, да, может быть, так было бы проще, воспитывать по привычкам, как нас воспитывали, а я не хочу так, в принципе, если вестись на свои эмоции, то я знаю, как воспитывать ребенка, да, накосячил, по жопе получил, никаких разговоров, все, вот это нельзя, вот это можно, все, понимаете, но это не так просто, это не так просто, если ты хочешь сделать это качественно, и, ну, как бы, мы все, блин, короче, вообще с психологическими травмами из детства, и большинство, не большинство, а все почти, я не знаю, это единицы, наверное, которые умеют, я уверена, что даже те же психологи, которые пишут эти книги, и которые знают, да, психологически, все-все-все, как правильно воспитывать ребенка, я не уверена, что они 100% владеют своими эмоциями, делают все по своим книгам, они, может быть, знают хорошо теорию, могут подсказать другим, возможно, могут хорошо справиться с чужими детьми, но когда дело касается лично тебя, то здесь начинаются траблы у всех, у всех, потому что еще раз скажу, сколько я живу и сколько я общаюсь с людьми, просто чтобы люди контролировали свои эмоции, сами перед собой, может быть, кто-то умеет контролировать эмоции на людях, такой, знаете, стиснул зубы, не показал что-то, да, но когда тебя никто не видит, или видит тебя один твой ребенок, и тебя что-то бесит, то ты можешь позволить себе выругнуться, да, или как-то повести себя так, что, может, кто-то осудит со стороны, поэтому вот эта вот не идеальность, она, ну, печалит меня, печалит, когда я понимаю, что я делаю не все идеально в этой области, а мне очень хочется, очень хочется, я вообще ругаю себя, когда я веду себя как-то неправильно, когда я даю слабину где-то, я внутри себя вообще не горжусь, я к себе очень самокритична в этом смысле, я знаю, что такое хорошо, что такое плохо, вот, ну, могу что-то, могу где-то что-то не осознавать, может быть, глубоко не думала по какой-то теме, да, но если подумать, всегда разберусь в этой теме, да, и если действительно пойму, что я что-то неправильно здесь где-то смотрела куда-то, то я меняю свою точку зрения очень быстро и легко, если я в этом убеждена, что это правильно поменять ее, это будет более полезно, вот, короче, ну, вот, я просто к тому, что, может быть, для кого-то считается нормой, для меня совершенно не норма, и я из-за этого стрессую, кто-то подумает, ой, что там ерунда воспитывать детей, да, а кто-то, кто реально думает, как это делать правильно и допускать меньше ошибок, и что это требует большого самоконтроля, самообладания, тот поймет меня, что это вообще непросто, вообще непросто, что говорить о детях, если мы не можем справиться с самими собой, и это все, практически все люди, те люди, которые умеют справлять, справляться с собой и обладают, и обладают большим самообладанием, эти люди очень редкие, их еще нужно поискать, и вообще это просто великие учителя, да, которых нужно еще найти, вот такие дела, просто чтобы вы не думали, что знаете, я такая прям, такая все, ааа, вообще я такая, ааа, ну поняли, да, просто у меня высокие требования к себе по воспитанию ребенка, поэтому малейшие сдвиги такие, ааа, могут приводить меня в стресс, я не разрешаю себе в этом смысле, знаете, привычные действия какие-то, или еще что-то, еще хотела поднять тему тоже, ну не знаю, сейчас, наверное, не буду развернуто на нее отвечать, возможно, в видео вопрос-ответ, кто-то задаст какой-то подобный вопрос, по поводу привязанности к людям и то, что я свободно отпускаю людей, вот, я просто, у Лины там был прямой эфир, когда я там девочка одна, фразу эту высказала, что типа я там свободно отпускаю людей, типа я такая не ценю, короче, людей, которые рядом со мной, что-то типа того было, да, и типа поменялось там мнение у кого-то обо мне из-за этого, и Лина говорит, да, да, я типа помню вот это высказывание, там, тра-ля-ля, типа понимаю, почему вот что-то там люди могут, как что подумать, да, ну то есть, я так поняла, она понимает, о чем речь, да, но это может людьми по-разному интерпретироваться и пониматься, поэтому я хотела на этот вопрос развернуто ответить, я думаю, вы помните, да, когда я высказывалась по поводу того, что я легко отпускаю людей в своей жизни, я не цепляюсь, я не бегу, не возвращаю никого, вот, и кажется, когда ты с человеком долго-долго времени пробыл, да, и тут вы расстаетесь легко, и в этот момент вот я легко отпускаю, и не всем, ну, понятно, многие такие думают, что как это, если ты легко отпускаешь, значит, ты, короче, черствый, бессердечный человек, ну, вот, ну, я не знаю, в общем, надеюсь, видео вопрос-ответ, там что-то подобное есть, что-то про дружбу, все такое, я отвечу развернуто, кому интересно, смотрите, видео вопрос-ответ, думаю, будет интересно, я стараюсь всегда по-разному как-то отвечать на вопросы, где-то углубляться, где-то нет, стараюсь отвечать на все вопросы, которые мне задают, мне на самом деле хочется, чтобы вы больше обо мне узнали, просто не всегда все это полезно делать, вот, но мой внутренний мир, мой взгляд, вот, мои принципы какие-то жизненные, и все, я хочу ими делиться, и с удовольствием делюсь, и открываю, и с разных сторон, чтобы вы понимали, что, ну, то есть на одну и ту же ситуацию смотрю с разных сторон, чтобы вы понимали, насколько, ну, насколько вообще, насколько глубоко я смотрю, могу смотреть, насколько глубоко я могу смотреть на те или иные вещи, и что я говорю всегда одно и то же, просто по-разному, чтобы понималась суть, понимаете, да, Ну что, мои хорошие, вот и до лора мы дошли. Лора посмотрела, заглянула везде и сказала, что просто исключено. Все нормально, никаких отеков, никаких покраснений, все в норме, все отлично, уши, горло, нос, все прекрасно. Вот, она говорит, что могут, у меня тоже, говорит, недавно было так, такая вирусная, ну, вирусняк такой, как бы, да, что до четырех недель там длился тоже кашель, а потом сам резко прошел. Вот, но тоже возможно, что вот как-то так. Я говорю, что, ну, никаких назначений нет, если оно так происходит. Она говорит, ну, нет, просто само пройдет там, ну, там, рассисать что-нибудь там, да, ну, чтобы это. А то, что вот панические атаки у меня и так далее, вот это уже другое дело. Если, говорит, ты сама можешь контролировать эти моменты и понимаешь, что ты не задохнешься, это у меня же панические атаки, что я задохнусь там, да, что делать, мы будем там в другом городе с ребенком, да. Она говорит, я тебе миллион процентов говорю, что ты не задохнешься, потому что души происходят в секунды, это не так, что, а вот я сейчас задохнусь, а вот что там, медленный процесс какой-то, да. Вот, она говорит, нет, короче, это не так происходит, это точно голова. Тем более у меня такой момент есть психологический, да, что неизвестно там что да как, но вроде бы вот я пью антигистамины, и мне раз и легче становится. Тут я, понимаете, просто такая вся на панике, тут задухалась, не хватало дыхания, ничего противогистамины выпила. И, знаете, прям рукой сняло, знаете, как психологический такой момент. Плюс у меня не так, что постоянно, знаете, прям постоянно, у меня периода у меня нет. Например, к вечеру может быть, или с утра может быть. Целый день могу прекрасно себя чувствовать, а потом что-то раз и это. Чаще всего я заметила, что особенно, когда мне не о чем думать, когда я думаю только о своем здоровье, знаете, и вот у меня начинается. Типа концентрация идет вот сюда куда-то, и я начинаю там что-то думать, гадать, переживать. Стоит отвлечься на что-нибудь, да, и я уж прям забываю, и ничего мне прям и не беспокоит. Такие моменты есть. Я прям пытаюсь даже, вот я ехала там не там два дня назад буквально, когда сильно, да, и это врать мысленно даже, отвлекусь, и вроде мне легче становится. Короче, нервы тут однозначно, что-то такое. Но с собой в поездку, как бы все, у меня уже времени нет ходить по другим врачам, да, может быть, после поездки. Но еще момент такой, я не хочу ничего серьезного сейчас принимать, да, если мне даже пропишут что-то, если мне скажут. То есть у меня, как бы, она мне говорит, если у тебя такие будут манические атаки, которые ты не сможешь контролировать, попробуй, говорю, даже вообще без антигистамины, да, попробуй просто там, ну, типа успокоиться, бокал вина выпить, грубо говоря, да, даже без успокоительных каких-то это. Если ты заметишь, что тебе стало легче, то, ну, да, вместо антигистамины, потому что это все равно химия, нафиг она нужна. Вот, короче, ну, я пробовала, я и вино пробовала топить вместо антигистамины, нормально все, я же, если антигистамины я не пью, то я вина могу выпить. Точнее, если я пью вино, то я не пью другие лекарства, никакие не успокоительные, не антигистаминные, тоже все нормально было. То есть я могу пропустить, и ничего страшного со мной не случается, и наоборот даже может все прекрасно быть. Вот, короче, психологический момент играет свою роль, поэтому с собой в поездку я все равно возьму антигистаминные. Они будут у меня работать как успокоительные, если вдруг успокоительные не помогут, да, и, конечно же, успокоительные тоже с собой возьму в поездку. На всякий случай, если вдруг я не буду справляться со своей панической атакой. Хотя недавно мы с подругой разговаривали, начали говорить о панической атаке, и мы поняли, что мы о чем-то разном говорили. Потому что у нее были панические атаки, и она говорит, что это что-то такое серьезное. То есть паническая атака, это, короче, всегда, обычно, обычно всегда или часто заканчивается скорой. А то, что у меня, это скорее тревожность какая-то и так далее, не паническая атака. Хотя вот сейчас я разговаривала с Лором, и мы тоже говорили о панической атаке. То есть не в каком-то там серьезном моменте, а как бы просто страшно, да, там ты начинаешь нервничать, там у тебя не хватает воздуха, там, да, что-то там придавливает, задавливает, там мысли всякие, там и так далее. Ну, тоже паническая атака она это назвала, вот. И эндокринолог тоже паническая атака это у меня назвала, когда я ей сказала, что вот, она говорит, ну, паническая атака. Вот, так вот, к чему, что я не хочу пока что ничего серьезного вообще принимать и что-то серьезное ходить прям искать. Я еще хочу все-таки подождать пару месяцев, точнее месяц уже остался, да, и посмотреть, что будет потом. Потому что в прошлом году, ровно через два месяца, у меня все закончилось. Незаметно даже раз я перестала кашлять, и все. И до следующего года вот так, да. Поэтому, может быть, действительно это после болезни, вот какой-то такой вирусняк, вот он и длится. Такой вот непонятный. Короче, буду наблюдать, что со мной будет в поездке, а там уже вернемся и решим, поделюсь с вами, как я справилась в поездке. В общем, пока по всем анализам, которые я сдала, и доктора, которыми я сходила, тот же терапевт, да, эндокринолог, лор, говорят, что все у меня нормально по этим, по их областям, вот. Ну, а после поездки мы уже будем смотреть, как я себя чувствовала, как справлялась, что было, что не было. Потому что впереди и поезд, впереди и гостиница. Вот, так что посмотрим. А, девочки, представляете, я забыла! Карточки в другой сумке. У меня же разбился там этот, и я только часть выложила, а в кармашке маленьком там у меня лежат карточки от нашего бассейна. Блин, неужели мы не сходим сегодня в бассейн? Ну, я сейчас спрошу, может быть, где-то я у них в базе есть, они просто посмотрят, ну, забыл человек один раз карточку, может, пустят. Ну, то есть мы вдвоем забыли наши карточки, да? Ну, к логопеду мы и так-то пойдем, а вот в бассейн они же могут как-то посмотреть, что да, мы наши фотографии, просто забыли карты, что у нас действующие карточки. Сейчас посмотрим, кстати, мне интересно. А я все взяла, настроилась, я просто сейчас еду и такая... Все, Карине Витальевне, идешь заниматься? Да. Да, пахнет тут вот чем-то наш фитнес. Идем. Я, кстати, сегодня выгуливаю кроссовки впервые, так классно у них вообще. Я обожаю кроссовки, которые не давят, ну, я как раз их проверить решила, думаю, брать их в поездку или нет, которые не натирают ничего с первого дня. В них легко, здесь все продувается отлично, смотрятся и вообще нигде не натирают. Я прям кайфую, как в тапках. Так, ну что, нас пустили вообще без лишних разговоров. Я зашла, и я говорю, мы забыли карточки. Все, она нам выдала полотенце и 106-й шкафчик наш будет. Иди шкафчик открывай. А, он открыт. Так, сейчас я пока позанимаюсь полчасика. Точнее, сейчас мы переоденемся, я с ним, наверное, позанимаюсь. А потом его заберут, я без него позанимаюсь. А потом мы вместе пойдем поплаваем. Позанимаюсь, да. Кроссовки забыла я для занятий. В принципе, я могу вот эти сполоснуть, они чистенькие. Смотрите. Я смогу салфеточкой вытереть и в них под шумок позаниматься. Что делать, блин? Короче, Дэнни захотел в игровую комнату. 10 минут он сейчас там поиграет, и уже логопед заберет его. А у меня, получается, 40 минут походить. Я сейчас похожу здесь. Никаких групповых занятий нет, к сожалению. Поэтому здесь похожу. И здесь попу попричаю. Потом пойду на дорожке похожу. Я думаю, достаточно будет. А, может, пойду потянусь там. Полежу. Короче, хоть так. Ну что, ты рад? Идем в бассейн. В бассейн, в бассейн. Ура! Открывай. Ешь. Давай сильнее. Ешь. Аккуратно. Раньше в бассейн. Аккуратно. А вот наш бассейн. Аккуратно, не стой. Классно. Класс. Никого нет вообще. Мальчик. Мальчик, ты что тут лежишь? Закутывай его. Стой, пойдем, кисть. А чупа-чупсик? Пойдем. Давай руку. Не, не надо. Пойдем. Пойдем сушиться и в магазин за чупа-чупс. Дэнь. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Ну, давай. Открывай дверку. Вот, ветер бушует. Пойдем скорее сушиться. Эй, холодно? Ты что? Давай-давай. Да, вот так вот. Все. Закутался весь. Идем скорее. Глаза открой-то хоть. Ну что, вот исходили мы. Полчаса мы были в бассейне. В большом 15 минут. 20 минут где-то, да? И в маленьком 10 минут. Первым делом Дэньку одела, посушила. Все. Сел тут, занимается. Я уже занимаюсь с собой. Короче, переоделась уже. Осталось волосы посушить. Я с собой, кстати, не взяла ни крем, ни расческу, ничего. Я просто давно уже не была. Надеюсь, после поездки взобновлю походы. Это такой пробный был перед отъездом. Как бы нужно было галочку поставить, чтобы была. Мой образ, кстати, на сегодня. Костюмчик, который мне очень нравится. Кофточки разные у меня. У меня, кстати, с вот такими бежевыми принтами. Много кофточек всяких разных. Сумку вот пока ношу как раз. Она, подходишь. В общем, вот так. Это пакет с мокрым. Ой, у меня даже под Дэньку. Кстати, Дэнь, тебе надо эту сумку носить, а не мне. Ну все, выходим. Ура, что за погода? Ой, глядь, дождик? Дождик продолжает. Иди, давай ручку мне. Дождик продолжает капать. Не идти, а капать. Он капает. И на улице хорошо у нас нынче. Ветра практически нет. Видите, вот деревья стоят, не шатаются даже. Настроение огнище. Прям молодец, что сходили. Управились все спокойно, без нервов. Но я проголодалась. Прям хочу кушать. Денька перекусил, а я нет. Вот, и куда бы пойти поесть, я не знаю. Но я вообще в солярий хочу сходить сейчас. Там где-нибудь поесть. Кстати, а вы помните, когда мы ходили на фитнес, я жаловалась, что нельзя, администратору, что нельзя искупаться после души, что в малышковой душе нет, в раздевалке, да, ну где мама и с малышом, которые находятся на территории прям бассейна, они, короче, не работают. Их включаешь, во-первых, воду не настроить, а во-вторых, в разные стороны брызгает. Ну, то есть вообще струя какая-то непонятная. И вот все сколько времени я прихожу, один душ работает. Причем они два там были вырваны, я помню, их даже не было. Я прям, ну, смотрю, что походу их собираются делать. Вот один душ нормально, там, правда, короткий шланг. Ну, хрен с ним. Помыться можно, как бы смыть хлорку хотя бы, да. Ну, купаться как бы... Не, можно, если взять шампульку и искупаться быстренько, в принципе. Вот, ну, могли бы подлиннее душ сделать. Вот сами бы они, знаете, вот это вот реально... Наверное, не ходят туда и не купаются. А, ну, у них же есть раздевалка, они не думают о том, что кто-то может ходить и кому-то будет неудобно. Вот там бы они сами купались, посмотрели бы, насколько это комфортно вообще. Не знаю, мне кажется, это так очевидно все. Ну, ладно. А второй, я сначала зашла в первый, такая думаю, вот душ, захожу, короче, включаю. А там просто струя даже не на тебя бьет, а просто в разные стороны херачит. И я такая думаю, о, починили, блин. Думаю, ладно, пойдем во второй посмотрим. Ну, во втором нормально, хоть температуру держит вода. В разные стороны не бьет, нормальный шланг. Ну, мы прям помылись после хлорки. Это радует, думаю, ну, ладно, хоть так. Вообще, конечно, на будущее я буду искать другой, наверное, фитнес-клуб. Этот удобный, он рядышком, конечно. Ну, и с таким посещением, как я хожу, представьте, да, эти деньги хоть... И то, даже эти деньги, честно говоря, жалко. Даже, сколько там, 9 с чем-то, 9500 отдала, да, и не хожу, блин. И жалко, что я, считай, выкинула эти 9500. А если бы я за 50 тысяч пошла? И меня, кстати, не мотивируют. Знаете, есть люди, когда они такие-таки, не ходят им, лень-лень, а потратили деньги, и они ходят через не хочу. Со мной это не работает. Ну, типа, они возьмут дорогой абонемент, да, и это будет их мотивировать, чтобы он не проставил. А у меня нет. Если я не хочу, мне пофиг. Пусть 50 и 100 тысяч горят огнем. Главное, чтобы мне все было в комфорте. Так что, просто обидненько, если бы прогорели по 50 или 100. Поэтому, ну, посмотрим, короче. Я рада, что хотя бы хлорку смыть можно теперь. Так, ну что, сходили в солярию. Денька посидел с администраторами, нормально. Мне кажется, у меня 5 минут ровно не было. 3 минуты я загорала, и по полторы, и по одной минуте я мазалась. Не, ну минут 10, наверное, у меня не было, но мне показалось, что я очень быстро. Вот, он не успел соскучиться даже. Купили какие-то вкусные соленые кренделяшки, да? Вот, кайфуем. Хотела покушать, думала, Сабвэй открыт. А он работает до 7 часов, ну, а мы уже как бы за 7. Сейчас уже 8. И я такая думаю, блин, что делать, зашли в пятерочку? Вообще ничего нормального нет, вот, поесть, да? Мне прям хотелось что-то соленое, салатик, или бутербродик какой-то, или я не знаю, что-нибудь. И салаты, вот, серия, которых там продается, знаете, в таких, там, таких квадратиках, типа там, ну, фирма одна какая-то. Там очень много майонеза, и вообще не чувствуется вкус салата. Я один раз брала, два брала, даже по голодухе вообще такой не кайф. Вот так я взяла чипсов, приятнее кушать. Ну, Деньки чупа-чупс обещала, взяла. И рядом еще был рыбный магазин, я зашла, и там были прикольные такие штуки. Ну, например, 90 рублей стоят. Прованские травы и морская соль, палочки хлебные. Еще такие же я взяла палочки, там, бекон, морская соль и еще что-то. И еще шлаткие палочки, шоколадные, тоже такие. Они чуть помягче должны быть. Короче, мне захотелось попробовать на 350 рублей, что ли, там, набрала. Бекон 120 стоит. Короче, сейчас, наверное, поедем за чемоданом. Ну что, мои хорошие, мы пришли домой. Как вам? Я подзагоревшая, покрасневшая. Я говорила, да, что взяла 3 минутки, в третий раз взяла 3 минутки, потому что в прошлый раз, вот в первый раз я не покраснела, все было нормально на 3 минуты. Через день пошла на 3 минуты, но с другим кремом уже. И покраснела. Странно, хотя 3 минуты не должна была покраснеть. Я сегодня в третий раз взяла тоже 3 минуты. Ну что? Что? Что ты хочешь сказать, курючок? Курючок. Что? Мама пришла. Мыть надо, мама, мама только руки помыла чистенькие. Недостаточно смыла, мыла хорошо. Что мою девочку? Только хочется язычок твой вот так взять, вот так. И вот так взять, и язык вкусненький такой, жачок. Морда какая наглая. А-а-а-а-а, кусать вздумала. Кусать вздумала маму. Смешная такая кошка. Ты смешана. Ой, ты боже мой. Девочка ближе. Что ты там унюхала? Что кошка моя унюхала? Ну лизни камеру. Тебя девочки все поцеловали. Всем разом. Еды, скажи, мам. Я жду еды. Все из-за еды. Мягкой. Да, мой. Ой, улыбается. Вы видели? Ой, что улыбочка у нее растянулась. Вы видели? Сейчас перестает улыбаться. Опять улыбается. Ты чего? Я ни разу не видела, как ты улыбается. Что улыбаться вместе, моя девочка? Вот опять, смотри. Ой, улыбка растянулась до ушей. Ой, все, мои хорошие. Завтра у меня моментальный загар будет. Наверное, завтра я вам отсниму моментальный загар. Посмотрите, какая будет загоряжка. И все. Мама завтра приедет. И она завтра меня покрасить должна. Только что я осознала, что когда она меня будет красить. И я так и чувствовала, что я что-то подзабыла. Я распределяю все перед поездкой, чтобы сделать, успеть, все. И я ей говорю, что, мам, завтра утром придешь, я схожу на моментальный загар с дынькой, чтобы она посидела, потому что туда я его брать не буду с собой. А потом я приеду, заберу его, и мы на стрижку едем. И мама говорит, а я поеду домой тогда. И потом там вы уже покупки и все такое. Только мы забыли совершенно, что мне красить надо. Ладно, мои дорогие, спокойной ночи. Я думаю, завтра мы с вами еще увидимся. Кто-то у нас проснулся тут. Проснулся и на полу сразу валяться. Мама, иди ко мне. Это мой жаркий. Мой жаркий жонышко. Проснулся, лег на пол такой. Мой жаркий. Молоденький мой. Вот они, мои зайчики. Легли тут рядом с мамой. Скажи, ну если тут Деня, то и я хочу здесь лежать. Вот, улеглась, умостилась. Деня тут проснулся, умостился. Котики мои, маленькие мои. Такое вот у нас утро. Ждем бабушку. Короче, крошки. Вышла я просто, оделась на загар. Так смешно. Я бы так в жизни не вышла бы. Главное, что у меня штаны. Чтобы не соприкасались ляжки друг с другом. Когда автозагар будет. Потому что нельзя потеть, нельзя вот ничего такого. А на улице жарко. Надела штаники такие. Ну, они достаточно легкие. Может быть, кажутся нелегкими, но они легкие. И футболку свободную. И шлепки вообще. Которые, понимаете, в этот... В душик ходить. Ну, ладно. Короче, едем на загар. Сейчас прикол. Я такая опаздываю. Ну, на 10 минут задерживаюсь на автозагар. И такая еду. Ну, пишу. Сейчас буду, типа. И просто, представляете, центральная улица, садовая наша. И просто у меня везде зеленый свет. Я сейчас проехала, светофоров 5, наверное. И везде зеленый свет. И вот уже 3 минуты осталось. Так что я быстрее. Быстрее получается. Еще знаете, что хорошо было бы? У нас центр. И, как всегда, в центре очень сложно припарковаться. И вот если мне повезет, сейчас хорошо с парковочкой. И вообще буду счастлива. Девочки, припарковалась я отлично. И уже загорела. 5 минут, и ты красотка. Вообще, я на постоянной основе каник. Буду ходить. У Ани, кстати, есть разные загары. Вот я сейчас пришла и говорю, что у меня... Мне нужно сейчас, как бы, через сколько смываться. Ну, мне нужно, чтобы мама покрасила мне волосы. Вот. А сейчас мне нанесли, и мне какое-то время нельзя вообще, ну, как бы, соприкасаться с водой. И только потом, через какое-то время, смыть полностью весь этот загар. Вот этот, кстати, подсмоется хорошо, она сказала. А потом он будет сутки, там, не сутки, а сколько-то часов, много, короче. Короче, аж до завтрашнего дня набирать. Вот. Чем дольше ты его поддержишь, вот этот, от двух часов. Ну, через два часа, то есть, да, смыва. Если легкий загар, то через два часа снимать. Если хочешь потемнее, через четыре часа можешь его смывать. Ну, вот как раз у меня через четыре часа и получится. Вот сейчас в одиннадцать мы сделали. Сейчас я заеду на почту. Короче, есть разные загары. Есть загар, который через шесть часов, собственно, смывается. То есть, она мне подобрала. Я говорю, вот такая ситуация, что мне надо, чтобы мама меня покрасила. Она говорит, ну, вот если ты спешишь, да, то ты там сделала загар, и все. И через два часа смыла его. И я думаю, что я вот так все лето, ну, периодически буду к ней ходить. Кто-то спрашивает, когда видят, что я хожу в солярий, кто-то спрашивает, а что, ты уже не пользуешься моментальным загаром? Девочки, я пользуюсь все вместе. Я и в солярий хожу, поддерживаю, потому что солярий более глубже проникает, да. А так, чтобы быть красивой сразу, я хожу на моментальный загар. Так, я прибежала домой, мама шуршит, шуршит все. Мама шуршит, мама любит порядок. Вот тут наместенько поставить, вот тут наместенько поставить. Как дела у тебя? У меня нормально, с Настей вчера целый день была. Мама приехала мне на помощь, кстати, вон Деня там что-то ест уже. Что там ешь? Денечку уже скупала. Что там, Денечку? Деньку искупала, бабушка, меня заместила. Я вот такая загоревшая красотка. Сейчас буду, что, мы сейчас пойдем стричься, ты нас подождешь, потом я приеду и покрасят волосы мне. А потом поедет отдыхать домой и Милку заберешь, да? Отдыхать с Милкой поеду. С Милкой отдыхать. А ты что, ты не отдыхаешь? Смотри, какие я штучки купила вчера. Не хочешь попробовать? Смотри. Это я купила в каком-то специальном рыбном магазине. Там, ну, рыбу продают свежую. Это рыбные, что ли? Нет, они не рыбные. Нет, они не рыбные, но они какие-то, я так понимаю, может быть, ручной работы сделаны. Видишь? Таких в магазинах нет. Это что, шоколадные ли? Да, прикинь, шоколадные. А это что с чем? Это бекон, зерна горчицы и морской соли. Ну, это хочешь попробуй, я хочу в дорогу взять, погрызть нам, если что. Я попробую. И ты попробуй. Понравится, возьмешь себе домой чуть-чуть? Да, морская соль везде. Ясно. Коричневый вот интересный. Это вместо хлеба? Ну, как да, но ты хлеб принесла, как бы, хлеб есть. Что общего у тебя новенького дома? Новенького чего? А что дома новенького? Я купила себе в Новочке, на Темирник съездила. Наконец-то я нашла. Мама, кстати, любит на рынке вот это вот, покупать вещи. Я люблю в магазинах. Ты скажи, когда я последний раз на рынке покупала. А, насчет вещей. Ну, на самом деле, просто из-за того, что как бы у меня этот размер, и потом, ну, у меня есть какие-то вещи, которые мне нравятся. Я знаю, что на рынке я их найду в большом ассортименте. Есть выбор, и мой размер тоже там будет, понимаешь? По крайней мере, вот те, которые у меня любимые были, бриджи, которые я носила долго-долго, я их тогда покупала на Темирнике. И прям я их с ними не могла расставаться. Темирник, девочки, чтобы вы понимали, это у нас огромный рынок такой есть. Чтобы вы понимали, девочки, заходите на мой канал. У меня скоро выйдет видео, где я снимаю Темирник. Ты прям рынок показываешь? Рынок показываю. Вау. Как я еду туда, показываю улицы Ростова. На маршрутке ехала ли на такси? Нет, я специально туда поехала на автобусе, чтобы поснимать город. Афигеть. Улицы города. А обратно на такси приехала. Все, девочки, кто просит постоянно меня, Селена, сними и Ростов. Мама, кстати, часто снимает наши улочки. Куда-то едет, тоже снимает. Вот у нее о Ростове вот так чуть больше узнать можно на ее канале. Ссылку на ее канал оставлю под видео. Обязательно подписывайтесь, ей будет очень приятно. Пишите комментарии. Она старается и днем, и ночью. Да, не говори. Вот. Ну, короче, я буду собираться уже. Стричься. Пацана, стричься, хочу модную стрижку уме сделать. Ты куда собралась? Ты чего кричишь? Маму не хочешь пускать. Мам, ты куда? Так, Деньку одели так вот, специальную футболку одели ему не очень, чтобы в волосах она сейчас все будет. Ты готов стрижься, День? Да. Пошли. Все, давайте. Открывай. Ой, спасибо. Нажимай. Кнопоньки. Сколько лет нам уже, а мы все... Мам, с тобой придем. Только подстрижемся. Смотрите, какая у нас сейчас стрижка и какая будет. И, может, лицо изменится тоже, а? Так, ну что, мы подстриглись. Покажи стрижку, какая красивая. Кепку сними. Ла-ла. Ой, какой красавчик мальчик. Нравится? Нравится стрижка? Да. Покажи сзади. Повернись. Ой, красота. Молодец. Короче, мы красивые, в капризульке подстриглись. Не изменяем нашему салону красоты. Для деток и взрослых. В принципе, я тоже там стриглась. Все, сейчас едем домой. Кстати, еще для меня одно открытие. Может, кто-то не знал. Я, когда пошла на моментальный загарк, Аня, говорю, очень странно. Разные крема я там беру, да, и... Ну, по-разному. То, что я вам рассказывала. Взяла первые три минуты, да, считай, кожа белая. Вообще, вот покраснение как бы вполне возможно. Взяла активатор просто, без бронзаторов. И говорю, нормально. А второй раз пошла опять на три минуты. Там другой крем взяла, тоже активатор, но он был с легкими бронзаторами. И третий раз пошла на три минуты, тоже активатор с легкими бронзаторами. И вторые два раза я почему-то покраснела, хотя я хожу в одну и ту же кабину. Она говорит, а ты что, не знала, что с бронзаторами как бы загар вообще можно обгореть с бронзаторами, если бронзаторы тоже влияют на, как бы на... Я не поняла, на что, короче. У меня сложно с передачей, да, каких-то вот этими терминами всякими. Короче, крема с бронзаторами, я просто думала, что бронзатор это просто, ну, как автозагар, да. Он просто красит и никак не влияет. Активатор, активатор, да. А оказывается, что бронзаторы, они тоже способствуют тому, чтобы загар еще больше был. Поэтому, если вы светленькая, то с бронзаторами вообще лучше не брать. Поэтому я вот два раза краснела на три минуты, хотя в первый раз не покраснела. Вот. Вот что. Вот. И, короче, мне пока что, пока у меня светленькая кожа, просто с активаторами надо ходить без бронзаторов. А потом, когда уже чуть-чуть потемнеет, уже можно брать с бронзаторами. Вот. А когда вообще потемнеет, то мне на ножке ноги было хуже всего, обычно загорают. Есть такой тингл-эффект. Там, ну, в состав что-то входит, что прям растирает так сильно кожу. Сосуды начинают там что-то там, в общем, знаете, как печет, как будто перцем-то намазалось. Вот. И это способствует еще более глубокому... А! Еще более глубокому проникновению. И, ну, обычно для ног его используют. Хотя я, девочки, раньше, я вам скажу, когда была фанаткой солярия, я его использовала для всего тела и даже для лица. И даже на лицо я его мазала, когда жила в Москве. Это вообще треш. Ну, я и ходила там по 15, там уже 20 минут в солярии, через день, через два. Ну, то есть это уже там вообще, я не знаю, что с моей кожей было. Она очень была сухая. Товарищ, вы деловая колбаса? Ну, нет. А что это у тебя в руках? Покажи. Что это? Это грушка. Как называется? Это грушка. Пупырки. Пупырки. Ну, мы так называем пупырки. Вообще она по-другому как-то называется. Тебе нравится игрушка? Да. Супер. Ну, показывай бабуле стрижку модную свою. А, стулья принес уже, Виталька? Я думала... Виталька стулья принес, Деня подстригся. Ой, хороший мальчик, какой подстриженый, аккуратненько. Все, летом не жарко покажи. Так, Денечка у нас кушает немного яичка, бутерброд, хлеб с маслом и сыром. Да? Денни. Денни. А мама готовится к тому, чтобы пойти в душ. И... А бабуля ждет, пока я схожу в душ, чтобы начать меня красить. Все. Короче, в следующих видео... А, или даже... Да, в следующем видео вы уже увидите меня. Загоревшую, даже не такую загоревшую, потому что я сегодня буду снимать, а загар еще будет неполный. Но зато уже с новой стрижкой в следующее видео я планирую вопрос-ответ снять. Сняю. Ой, стрижка нет. Какой стрижка? Думаешь, я все время так вот. Я говорю стрижка, а думаю окрашивание. Ну, вы уже, наверное, привыкли ко мне, да? Нет. Вот выйдет этот влог, потом выйдет окрашивание, а потом в видео вопрос-ответ выйдет. Вот. Так что, все увидите. В общем, купили чемодан. Мы тот, который хотели, который 14... 400 стоил в магазине. И у них была скидка сейчас 50%. В общем, он вышел нам 7200. В принципе, я считаю, что это недешево на самом деле. Есть еще подешевле чемоданы. За 4 можно было взять, за 5. Но они явно, знаете, уступали вот этому чемодану. Во-первых, размеры побольше. Этот компактный, но с расширением. Короче, этот чемодан суперлегкий. Он с расширением. Он белый. Вот. И у него очень крутая подкладка. Мне понравилось. Я надеюсь, что он будет нам не маленький, потому что он чуть меньше, чем те, которые у меня были. И я надеюсь, что еще надеюсь, что еще надеюсь, что все нормально будет. В следующем видео я уже буду собираться и все вещи упаковывать. И покажу вам, какой он там внутри, как он расширяется. Подробно все покажу уже. Вот. И, короче, что еще? Ну и что мы с собой будем брать? Дорож покажу. Субтитры сделал DimaTorzok